Спортивные состязания всегда привлекали людей своей непредсказуемостью. Но иногда что-то может пойти совсем не так, как бы хотелось. Сегодня мы покажем вам самые неловкие моменты в спорте. Две девушки решили покататься на горнолыжном курорте, не надев на себя ничего, кроме бикини. И вышло бы в самом деле потрясающее видео. Правда, одной из них эта идея точно вышла боком. Иногда триумф граничит с неловкостью. Бегун пересек финишную ленточку, тут же в ней запутался и упал. Вот настолько важно смотреть под ноги. Хотя, надо признать, женщина слева также поспособствовала падению. Тот самый момент, когда у тебя была всего одна задача, но и с ней ты не справился. Защитник и вратарь не понял действий друг друга. Теперь явно не рады такому исходу. Теннисист так спешил отбить трудный мяч, что не рассчитал скорость и перевесился через сетку. К счастью, его оппонент пришел к нему на выручку. Да уж, разрядили обстановку. Это видео демонстрирует, что нельзя быть хорошим во всем. Два гонщика Формулы-1 решили подурачиться и поиграть в футбол. Довольно скоро оказалось, что это все же не управлять болидом. Никогда не стоит праздновать победу слишком рано. Футболист решил, что он забил гол и тот же побежал целовать свою девушку. Но вернувшись на поле, с удивлением выяснил, что никакого гола не было. Неловко вышло. Во время вручения приза гимнастка поняла, что ее поздравительный букет решила опылить невесть, откуда взявшаяся пчела. Реакция девушки на это событие просто бесценна. Мария Шарапова не совсем поняла, что в этот момент пытался снять оператор. Ох уж эти теннисистные матчи. Во время матча по бейсболу на голову одного из болельщиков неожиданно спикировал ястреб. Готов поспорить, мужчина этот день точно не так себе представлял. Баскетболист неожиданно забыл, что мяч нужно либо вести, либо пасовать другим игрокам. Случается и такое. Во время матча по теннису Рафаэль Надаль был уставшим и напряженным. Но обстановка разрядилась, когда одна из болельщиц выкриком предложила ему свою руку и сердце. Этот парень – настоящее коварство. Поймав мяч от бейсболиста, он будто бы с легкой руки отдал его девушкам, сидевшим неподалеку. Но присмотритесь, какой мяч он им на самом деле отдает. Мальчик дьявольски хорош. Украинские волейболистки во время игровой паузы зажигательно и харизматично пытались подбодрить своих девочек по команде. Что интернет не оставил это без внимания. Особенно зрители отметили симпатичную Йолию Герасимову. Не зря ролик стал вирусным. Казалось бы, ну какие шансы у менеджера подскользнуться на льду, если там заранее расстелили дорожку. А оказывается, довольно нехилые. Бейсбольная фанатка должна была всего лишь бросить мяч. Но у нее это вышло потрясающе плохо. Зато мячик сразу же срикошетил назад. Что тоже неплохо. Баскетболист получил ну просто идеальный шанс для броска в кольцо. Но зачем ты решил бросить мяч обратно? Наверное, просто задумался. По старой традиции, хоккейные фанаты стали выбрасывать на поле тысячи плюшевых мишек, которые впоследствии будут собраны в благотворительных целях. Смотрится очень впечатляюще. По всей видимости, этот парень сильно проголодался, потому что иначе его поступок объяснить нельзя. В руках мастера даже стрельба из лука превращается в цирк. Рука, которую он держал в стрелу, оказалась гораздо крепче, чем спортивный инвентарь. Следя за игрой, тренер был настолько разочарован происходящим, что в приступе стыда чуть не потерял равновесие. Реакция мужчины просто уморительная. Спортсмен с таким задором побежал к кольцу соперников, что парню, вытирающему паркет, пришлось в срочном порядке ретироваться. Но зато успел. Оказавшись в неожиданной ситуации, баскетболист не придумал ничего лучше, чем отдать пас на судью. Ну а что? Он тоже участник игры. Болельщица всего лишь хотела присесть на свое место, не убедившись, что стульчик опущен. Как хорошо, что данный момент попал на стадионную камеру. Ее реакциям на происходящее можно только поаплодировать. Во время попытки поймать мяч, мужчина случайно вывернул всю еду себе прямо в лицо. Увы, мяч он таки не поймал. Еще один пример неудачного спортивного триумфа. Забив гол, футболист по старой традиции захотел снять с себя майку на бегу. Но запутался в ней и упал. Триумф может быть болезненным. Противостояние между командами по регби было настолько яростным, что зацепило даже спортивную журналистку. Опасная это все-таки профессия. Во время вручения приза баскетболисту президент ассоциации случайно его уронил. Хотя спортсмен отнесся к произошедшему с юмором. Футболист так стремился отобрать мяч, что случайно прилетел прямиком в оператора. Тот явно не рассчитывал на такое. Девушки решили провести интересный эксперимент по сбиванию спортивного снаряда таким вот экстравагантным образом. Но этот план был заранее обречен на провал. Да еще какой! Этого футболиста вы точно узнали. Только оцените, как Мухаммед Салах технично увернулся от попытки сразу двух товарищей по команде обнять его. Авторитетная теннисистка пообещала первому, кто поцелует одну из спортсменок, подарить машину. И противостояние началось, и оно было яростным. Одного из любителей поцелуев даже пришлось выводить охрань. Спортивный маскот решил прыгнуть через несколько других маскотов. И последним в ряду максимально не повезло. Не спасли даже мягкие костюмы. Парный теннис – это всегда весело. Когда одна из спортсменок крайне глупо промахнулась с Мемой мячика, ее соперницу настолько рассмешало произошедшее, что она еле взяла себя в руки, чтобы продолжить игру. Фанаты решили поддержать Петчера бейсбольной команды, изобразив его знаменитую позу перед разыгрыванием. И надо сказать забавно, фанатская поддержка оказалась действительно эффективной. Леброн Джеймс протянул ладонь, чтобы его напарник по команде отбил ему Петюню. Но поскольку тот ее не заметил, спортсмен выкрутился и дал пять сам себе. Баскетболист прекрасно разыгрывал мяч. И в стремлении не упустить спортивный снаряд настолько перестарался, что улетел на последний ряд трибун и упал вместе с несколькими зрителями. Вот и ходи после такого на матче. Этот рестлер точно не мог предсказать, что его удела девушка. Да еще и сделает это целых два раза. На теннисный корт неожиданно прилетел очень наглый голубь. И все попытки прогнать птицу разбивались о том, что она просто перелетала на другое место. Не шутите с птицами. Парень на трибуне неожиданно заснул во время просмотра матча. Другие фанаты решили не упускать такой шанс и сделали у него на голове целую инсталляцию. Спорт – это всегда хорошо. Но еще лучше, когда трюки получается выполнять чисто. Во время матча по теннису Джон Макенрой обнаружил странную аномалию. В одном участке корта мяч не отскакивал, а просто лежал. Забив гол ворота противника головой, девушка не удержалась и исполнила победный танец. Бравада тут вполне оправдана. Все велорайдеры уже были в полной боевой готовности и ждали начала заезда. Но не вовремя сработавшее открытие барьера уравняло шансы на победу, заставив их всех одновременно упасть. На камеру во время бейсбольного матча попал малыш, который невероятно смешно ел хот-дог. В итоге даже комментатор стал интересоваться, нравится ли ему лакомство. Получив от болельщика кучу советов о том, как ей играть, теннисистка решила его проучить. Она вывела мужчину на корт, нарядила форму и заставила играть вместо себя. Ему даже удалось отбить подачу. Парень хотел сделать сальто на велосипеде, но вместо этого у него получилось лишь элегантно присесть на край рампы. Все же лучше, чем просто падать. В мире и не только спортивном постоянно происходит что-то интересное. И подписавшись на наш канал, вы увидите это первыми. Субтитры сделал DimaTorzok